В Европе наивысшая категория знания языка является Ц2, однако экзамены на ее получение не проводят. По словам директора Института эстонского языка, эту категорию можно получить, лишь окончив университет по филологической специальности, то есть фактически среднестатистический коренной эстонец может и не владеть родным языком на категорию Ц2. Однако вопрос, адресованный парламентской комиссией по культуре от двух раздосадованных иностранных граждан, возбудил умы депутатов и теперь на повестке дня стоит вопрос о необходимости организации экзамена на самую высшую категорию. Председатель комиссии Урмоскласс сам отмечает, что целесообразность такого нововведения находится под вопросом, поскольку не сформированы четкие критерии данной категории. С ним согласны и специалисты Центра Инновой, который проводит экзамены на знания государственного языка. Конечно, мы как экзаменационный центр можем подготовить экзамен на уровень Ц2, но государство должно обстоятельно обсудить эту тему и принять правильное решение, ответив на вопрос, зачем это нужно. Категория Ц1 и так уже достаточно высока, она говорит о том, что человек владеет языком на очень высоком уровне. Ц2 это почти стопроцентное знание, когда человек владеет и сложными академическими знаниями. В некоторых странах ЕС экзамен на эту категорию сдают, когда человек занимается, например, научной деятельностью. И все-таки комиссия по культуре в Риге Кога уже обратилась с рекомендацией к Министерству образования создать возможность для сдачи экзаменов на уровень Ц2. Последствием этого может стать ужесточение требований к знанию государственного языка, и не исключено, что на некоторых должностях, особенно в госсекторе, его начнут требовать. Правда, председателя комиссии Урмаса класса больше всего волнует вопрос бюрократии. Хотя многих жителей Эстонии, особенно русскоязычных, волновал бы вопрос равного обращения. Ведь если коренному жителю не требуется подтверждать знание языка справками о категории, то другим придется становиться филологами, чтобы получить наивысшую категорию, то есть Ц2. По словам Сутера, поруководящего институтом эстонского языка, иностранцам эта категория не под силу, поскольку она предполагает знание всех сложностей и нюансов. По словам же Сыстр, подготовка тестов и экзамена, который состоит из письменной и устной части, может занять около двух лет и потребовать значительных ресурсов, как человеческих, так и финансовых. Елена Соломина, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.